всем привет эксперименты javascript продолжаются на этот раз я буду делать фронт-энд для музея юмора но только уже не на ауреле как было прошлый раз а непосредственно на реакте ну в общем то хочу сознаться что я мастер который отработал на реакте порядка 48 часов поэтому не судите меня строго и в общем то давайте приступим итак для начала создал папку в своих проектах назвал react я сейчас открою powershell можно сделать из команды из строки прям браузера explorer что-то не могу написать powershell share господи все перебрал tags ну и в общем то насколько я знаю написать mpx и есть так называемый кли ну common line in интерфейс непосредственно для реакта реакт нет create react up это сам кли и теперь нужно написать название но пусть название будет как обычно react up ну я добавлю здесь humor да пошел процесс создания то есть вернее сначала процесс скачивания ну и потом будут установлены насколько я помню да вот пошел создание реактовского приложения и пошли устанавливаться необходимые пакеты для уже непосредственно самого приложения я перемотаю и ну вот собственно говоря все произошло это заняло порядка там двух минут ну а теперь можно начинать так теперь я могу сделать то что написано вот в этом месте sd react humor и и закрыть приложение теоретически она мне не нужно потому что могу это сделать здесь здесь я напишу заветную команду которая называется code . это так называемый шоккут если хотите он откроет у меня непосредственно visual studio code ну и здесь есть уже терминал встроенный поэтому я прямо здесь и напишу а даже ничего не буду писать нажму вот эту кнопочку и делаю старт о наконец-то запустилась в общем-то вы видите что это стандартный react приложения которое теоретически пустое там ничего нет кроме вот одной картинки ссылки какой-то на обучение да и ну в общем можно считать что старт состоялся предыдущем эксперименте когда я делал музей юмора на фреймворке ауреля я допустил некоторую оплошность собственно говоря в том что сначала сделала некоторую разметку а потом мне пришлось установить вот для красоты опять же и bootstrap и фонд awesome и потом пришлось много чего переделать поэтому прежде чем вообще делать какие-то телодвижения вот в текущем проекте я для начала установлю этот bootstrap я awesome font awesome так называемый или как еще некоторые говорят а весом а вот но перед тем как это вообще все устанавливать да я вот хочу немножечко почистить проект чтобы ну как мне кажется лишние вещи из него убрать ну потому что я думаю что я этим не воспользуюсь а захламлять мне этого не нужно то есть и удалил там библиотеки некоторые из глаз и удалил еще я здесь почищу вот у меня здесь есть ап я поставлю остальное все удалю здесь я почищу все что мне не нужно ну как я опять же считаю единственное что здесь я поставлю маржин 0 нет немного поставлю 1 ем я думаю мне этого достаточно ну и в общем то а вот еще осталась одна штука так сохранить и можно проверить давайте вот так сделаем какой нибудь 2 пусть будет 2 напишем музей ну или так музей юмора теперь осталось только запустить проверить что проект компилируется прежде чем вносить какие-то изменения а смотрите по ходу дела я тут поискал возможности как это установить нашел что для установки пустра по достаточно выполнить эту команду собственно говоря я сейчас ее тут и выполнил сейчас нажму стоп контрол в нажму enter раз она все откомпилировалась вот и после того как она у меня установится я должен в индексе сейчас я прям это проделал у меня вот здесь вот индекс есть я должен вставить сюда вот такую штуку чтоб не появился bootstrap так теперь свернем и и все ну видимо больше ничего не нужно хорошо и второй вариант я нашел как установить awesome то есть я опять же вот копирую штуку такую такую сейчас один момент надо посмотреть установилась или нет это не то да установилась упс я теперь устанавливал так вот фонт awesome теперь читаю что там мне нужно сделать еще опять же в индекс нужно установить вот это или вот это давайте вот это скопирую заодно проверим как это работает заодно проверим как это работает да скопировался открываем индекс вставляем вот эту штуку нажимаем сохранить и давайте попробуем эту все опять запустить ну да нужно сделать какие-то изменения чтоб чтоб мы увидели что это что-то изменилось я уже вижу что изменилось да ну все-таки давайте сейчас переключусь в этот вот где у нас код давайте проверим что это действительно работает я напишу баттон пусть будет классным хорошо пусть будет классным здесь напишу btn то есть primary то есть primary primary ну и здесь напишем клик да нет английский напишем клик вот нет мы напишем не клика мы напишем вот такую штуку и сделаем вот такой вот как класс класс name fa и fa ну чё там refresh я думаю что нам это потребуется я нажимаю сохранить переключаемся да как вы видите подключился и bootstrap и подключился фонд awesome ну в смысле иконки ну в общем то задача выполнена давайте теперь писать код итак друзья откуда мы возьмем API API мы возьмем вот отсюда я в одном из своих видео которые сейчас видите на экране я сделал описание раз клиента insomnia и в нем использовал непосредственно обращение к своему сайту который называется колобон каком него есть API вот на него мы и будем делать собственно говоря клиент для SPA в данном случае фреймбургом или скорее всего библиотекой для разработки будет являться реактом это первым делом нужно определиться что категории в музее юмора есть категории анекдоты истории стежки вот их собственно грятоображение нужно для начала сделать причем и можно сделать сразу список можно сделать конкретный компонент в общем то давайте компонент категории мы начнем делать ну первым делом я естественно создал папку которая называется компонент вот ну и в этой папке создан непосредственно файл так давайте примем такую терминологию и такой принцип когда все файлы будут называться с маленькой буквы если у меня сложная составная будет через дефис например категории категории item да через дефис в данном случае просто или категории лист вот и а сам класс пусть называется всегда с большой буквы так как рекомендую делать сам реакт так класс категории реакт компонент и соответственно мне теперь нужно сюда вот этот вот импорт реакт сделать импорт реакт ой не так с большой буквы реакт да from реакт и так у меня получился класс категории мне нужно его для начала отрендерить рендер у нас заключается вот в такую штуку ну вот практически законченный компонент давайте я для начала сделаю ну пусть это будет какой-нибудь так ну во первых мне нужно не просто название классов рендерить мне нужно рендерить чекбоксы да чекбоксы которые можно будет выбрать один или несколько или все из которых получать собственно говоря юмор из музея то есть это будет input ой конечно же это будет input для начала давайте вот так сделаем вот и теперь первым делом что мне нужно написать классные это для того чтобы у меня уже было все красиво то есть сразу по ходу буду применять bootstrap bootstrap обский эти штучки чек input так и соответственно за ним мне нужен label который собственно тоже должен иметь класс name насколько я помню он должен называться а форм ой я здесь не правильно написал не from а форм это у меня форм чек label вот ну можно для красоты конечно сделать чтобы у меня здесь отображался title да какой-нибудь ну допустим идентификатор да я хочу знать так у меня появляется а нет я неправильно пишу это здесь пишется не так это пишется вот так this state наверно да пусть будет state id то есть идентификатор категорий ну дальше мне нужно мне нужно мне нужно сам самоназвание этой категории да я вот сделал таким вот образом this state name ну и как вы понимаете у меня уже появилось два свойства id и name и соответственно надо их здесь создать я сделаю конструктор я сделаю правильный конструктор и пропишу сюда props здесь напишу супер ну прокину сюда свойства props ой да все правильно и таким образом мне теперь ой я туда написал мне нужно написать создать состояние текущее то есть первоначально для этого объекта состояние он будет иметь ну так я буду создавать категории через список наверху значит мне будут названия свойств проваливаться сверху значит теоретически я могу написать здесь props из точка id id нет не из а id id вернее дальше у меня есть name и этот name мне тоже придет из property сверху и еще я бы хотел добавить такой параметр как selected ну то есть он говорит о том что включена у меня категория или нет она тоже будет сверху приходить из состояния ой нет не состояние из свойств из selected вот то есть у меня вот есть такая категория которая будет включаться выключаться информацию включенных выключенных мы будем собирать и отправлять на сервер в API ну и в общем то это позволит нам собственно говоря включать и выключать параметры которые будут включать и включать категории разделы разделы музей юмора которые можно будет потом смотреть так ну и раз у нас есть selected есть нам нужно доделать input так ну во первых input у нас давайте тогда насколько я помню тут еще нужно сам класс прописать тоже называется форм чек форм чек форм чек инлайн я хочу чтобы они были у меня в одной строчке и теперь у меня здесь есть а тут обязательно нужно написать type это будет чек бокс и мне нужно мне нужно сделать check it как раз его вот на это состояние так кавычки я зря поставил что этого мало наверное потому что мне нужно еще это состояние установить и прокинуть свойства давайте пока я вот так сохраним в общем вот такой получился компонент теперь мне нужно что-то такое подобное сделать но уже категории лист такой то есть это то что я буду отображать списком давайте для начала опять же создадим категории пусть будет лист gs так здесь опять же экспорт класс категории а давайте не листом давайте назовем категории селектор потому что он мы же не будем только список показывать мы будем еще и выборку делать вот категории ой селектор x то соответственно react соответственно компонент теперь здесь напишем импорт react from естественно react мод готов селектор так что для начала тут у нас немножко побольше будет текста давай напишем конструктор все как и раньше мы супер это базовую нужно вызвать чтобы прокинуть свойства выше выше так ну здесь опять же хотя бы подождите здесь никаких свойств не будет чем я это делаю поэтому давайте вот так сделаем ну для начала давайте напишем здесь сделаем стоит так что мы хотим мы хотим здесь вывести давайте сначала сделаем все-таки рендер от нее отталкиваться будем ретурн ой ретурн я вот так делаю и и все так что мы будем ретурнить на самом деле у нас здесь должна создаться коллекция которая будет выводить список категорий вот эти категории ну давайте вот так вот категории они у нас будет ну изначально за как-то за хардкожины да потом будем их менять и так категория ну давайте сделаем вот так ну вот собственно давайте по порядку чтобы нам что-то отрендерить нам нужно для начала что-то нарисовать и так для начала я создам div который должен обобщать все остальные теги такс и теперь и теперь я наверное сделаю метод который назову вот так вот render категории list вот и в этом методе я сделаю такую предр обработку да даже не так я сделаю вот так вот return вот и здесь напишу категории нет не дает она мне автоматически подставить подставить ну значит мне придется ее импортировать импорт категории фон категории ну слава богу что она хоть это знает а нет что то она мне не дает ой я неправильные скобки поставил вот так вот вот теперь вот здесь я могу использовать категорию соответственно ну в общем то ее нужно здесь и отрисовать я сейчас вот этот лишний тег уберу ой я убрал все это нехорошо я вот так вот сделаю итак что мне первое нужно мне нужно для начала name у меня передается name как вы помните вот он name я его сейчас заполню этот name у меня будет браться давайте так для начала сюда нужно впустить параметр категории и соответственно здесь категории точка name это буду я туда вглубь компонента пропихивать название дальше мне нужно ой не запятая мне нужно мне нужно мне нужно сделать чкей не знаю собственно говоря для чего это нужно но вот требует его пусть идентификатор будет как раз name давайте сразу же идентификатор тоже прокинем вовнутрь это будет категория id нет все таки id так что мне еще мне нужно из selected свойство которое я создал сделать собственно говоря ну что категория ну пусть будет из selected это мы создадим свойства то есть теоретически это будет выглядеть примерно так у меня здесь будет название это идентификатор категории здесь будет true по умолчанию все будут это и здесь будет написано нек доты ну вернее конечно же здесь должно быть написано идти давайте напишу сразу ид из select это она сама подставила и ну вот как то как то вот так должно быть давайте я не мудрствуя лукаво скопируя с предыдущего предыдущей реализации аурели вот и вот они собственно игра все категории ну теперь дальше смотрите мы рендерим selected selected вот он так что нам еще потребуется нам пока пока больше ничего не потребуется ну этого достаточно пока да пока достаточно и теперь соответственно вот в этом вот рендере нужно просто эту коллекцию отобразить как это делается но я нашел в интернете все очень просто оказывается на самом деле и в общем давайте вот так вот я еще один гипс издам вот и в нем и в нем ну давайте я сделаю вот так здесь мне есть state ну то есть те самые категории вот они я сделаю map вот в скобке я отдам рендерер который мне вот эти категории отрицают здесь рендер категория лист вот без всяких скобок без всяких этих дополнительных так что это дает это мне теоретически должно отрисовать мои все категории ну пока хватит давайте сейчас сохраню где-то у меня есть открытая штука наверное она не открытая а ну да конечно это глупо потому что мне же нужно их отрисовать действительно для этого нужно их естественно отрисовать у меня же пока ничего нету ну давайте вот так вот сделаем сейчас один момент давайте давайте сделаем красиво то есть вот здесь вот есть function мне на самом деле как бы это вот не очень нравится давайте поэтому сразу вот up переделаем на класс то есть на модуль export class здесь по образу и подобию сделаем extend react соответственно компонент а тут react уже подключен хорошо и дальше здесь тогда нужно сделать конструктор и ну давайте по стандарту напишем props здесь супер обязательно условия то есть вот так вот props и я здесь создам то же самое this state равен упс title и сюда напишу музей нет музей да юмора ну вот как-то так так больше мне пока здесь ничего не потребуется и здесь нужно исправить для этого нужно написать ре на др ну и в общем то вот так вот разнести по скобочке для вот этого объекта control кд вот я сейчас нажимаю сохранить смотрим что у нас ничего не изменилось тоже хорошо на самом деле и теперь вот здесь поменяем на соответственно уже state точка title опять у нас там ничего не поменяется давайте что-нибудь сотрем чтобы было видно что мы вообще что-то делаем вот и проверяем да музей юмора уже трендерился ну давайте наверное его по центру что-ли сделаем то он как-то вообще некрасиво х 2 так что мы можем сделать по центру мы можем сделать div вот так вот я сделаю здесь напишу класс name так у нас текст центр ну это bootstrap как вы понимаете проверим да да уже все по центру ну и в общем то наверно вот здесь нужно сделать какой-нибудь div давайте тоже сделаем класс опять же класс name текст центр на будущее и вот здесь добавим тот самый категории селектор так мне он не добавился давайте нажмем форм импорт категории селектор опять не таких непонятно почему он у меня такие подставляет from катего не так точка компонент категории селектор ой он уже ниже написал красиво так и вот собственно категория селектор он у меня должен быть что да ничего он по идее должен уже отобразиться как вы видите все получилось даже уже ничего не выключается не включается а ну непонятно они у нас включены но у нас да давайте сразу доделаем чтобы состояние можно было поменять для этого что нужно сделать для этого нужно в самом категории перехватить хендлер да то есть вот здесь вот у меня по идее должен быть что-то такое типа он change и мне сюда нужно вставить какой-нибудь хендлер да который будет ну в общем вот так вот я сделаю change хендлер вот и теперь соответственно вот здесь change хендлер мне нужно нарисовать этот самый хендлер я сейчас сделаю вот так вот event это то что у нас будет приходить из события ну и давайте конст мы найдем торги для начала откуда вот пришло этот у нас торги будет вот отсюда дальше мне нужно определить тип для этого конст нет конст константу создать который называется value и в эту value я буду проверять если у меня target type равен ну тройное равно просто мне так отображается check box тогда тогда у меня target чекит мне нужно поймать или target вау target соответственно вэри ну в зависимости от того какой тип компонента точка запятой и теперь у меня получается что мне нужно поменять состояние объекта то есть у меня он был из selected так я не правильно пишу нужно писать set state вот и передать новый тип состояния то есть то что я меняю из selected я меняю а зачем скобки нет кавычки зачем поставил из selected точка запятой value то есть таким образом я меняю состояние объекта потому что здесь и мутабл оно очень важно в концепции реакта ну и ну и давайте вот так вот сохраним и проверим меняется ли нет не меняется ну а я не попадаю да все меняется я наверное раньше то работал это же просто чекбоксы ну опыта у меня в реакте не очень много поэтому я вот так как получилось ну в общем на этом наверное пока закончим следующей версии будем делать вьювер и так называемый который будет запросы делать API сервис будем делать ну и в общем подписывайтесь на канал будет интересно